Перспективные планы по быстрому развитию телекоммуникации, транспорта, цифровизации, мобильной связи, почты и других сфер в Нахчеване. Эти и другие вопросы обсуждены на встрече министра цифрового развития и транспорта Рашад Набива и полномочного представителя президента Азербайджана Нахчеванской автономной республики Фуада Наджафли. Также обсуждались вопросы, вытекающие из утвержденной на днях президентом Ильхамом Алиевым государственной программы социально-экономического развития Нахчеванской автономной республики на 2023-2027 годы. В ходе встречи были определены конкретные направления деятельности, создана рабочая группа по планированию, координации и анализу предстоящих работ. По мнению же экспертов, благоприятное географическое расположение и наличие международного аэропорта являются привлекательными условиями для превращения региона в транспортно-логистический хаб, а также для развития внешней торговли. При этом важное значение имеет открытие Зангизурского коридора, который соединит Нахчеван с другими регионами Азербайджана, а также сократит время в пути товаров. Географическое месторасположение Нахчевана дает ему огромные преимущества превращения в крупные транспортно-логистические хаб региона. А скоро открытие Зангизурского коридора еще более усилит эти позиции Нахчевана, позволит уже в ближайшие годы сформировать новые транспортные маршруты, увеличить пассажироперевозки, дифферсифицировать логистику грузоперевозок. Все это, конечно, заложено и предусмотрено в государственной программе социально-экономического развития Нахчеванской автономной республики на 2023-2027 годы. Что касается Баку, то он приступил к формированию автомобильной и железнодорожной инфраструктуры в освобожденных территориях сразу после заключения мирного соглашения с расчетом соединения этих магистралей с Нахчеванской автономной республикой. Как отмечают эксперты, главным транспортным проектом основной инфраструктуры в этом направлении является железнодорожная линия города Дисахбент. Она соединит железнодорожную сеть Нахчевана с турецким карсом. По мнению аналитиков, отсутствие удобной, быстрой и выгодной транспортной линии ограничивает как производственные, так и, соответственно, экспортные возможности Нахчевана. Нам известно, что в настоящее время практически весь объем грузов в Нахчеван, а также продукция, которая произведенная в Нахчеване, она доставляется на рынке Турции через населенный пункт Садарак, а в Иран через Джульфу. А чтобы продукция, произведенная в Нахчеване, доставлялась в Азербайджан, это тоже осуществляется автотранспортом через территорию Ирана, занимает около суток, и тем более нужно проходить более чем через 4 таможенных пункта. Мы знаем, что эта проблема касается и пассажироперевозок. Поэтому вот эта диплокада превращения Нахчевана в транспортно-логистический хаб усилит экономическую мощь Нахчевана. По оценкам правительства Азербайджана, Нахчеван имеет хороший потенциал для роста. Он обуславливается возможностями развития туризма, логистической связи со средним коридором посредством Зангизурского коридора. Также надежную базу развития экономики района составит запуск экспортно-ориентированной промышленности, привлечение иностранных инвесторов, применение модели партнерства государства-частный сектор. Регион богат природными минеральными ресурсами, которые также используются для производства стройматериалов. Здесь развито сельское хозяйство, а для вывода продукции на иностранные рынки необходима соответствующая транспортная инфраструктура, отмечают эксперты. Продолжение следует...